Всем привет друзья! Сегодня полезные советы и приспособления. Поехали! Если часто пользуетесь удлинителем, то один раз научитесь быстро и правильно его сматывать. Таким образом он всегда будет под рукой и на своем месте. Собрались в отпуск на недельку, берем тогда пластиковую бутылку и делаем отверстие 8-10 мм задней части бутылки. В самой крышке сверлим 1-2 мм, одно отверстие. Далее понадобится скотч и тройка шпажек или палочек. Укладываем таким образом, чтобы у бутылки получилась опора. Берем ватную палочку и отрезаем один край, а затем вставляем в отверстие в пробке. Теперь осталось налить в бутылку водички и у нас получился капельный полив для цветов. Таким образом можно смело ехать по своим делам, на недельку, на другую. И растения будут чувствовать себя тоже очень хорошо. Остался у меня кусок канализационной трубы 50 мм. Делаю разметку и отрезаю от него около 40 см. Беру пластиковую бутылку и разрезаю пополам. Далее в руки берем фен и осаживаем пластик с двух сторон трубы. Таким образом у нас получился герметичный бокс для хранения, например, тех же электродов. Влага им не страшна и всегда тубус этот будет под рукой и легко взять с собой. Для следующей идеи берем саморез. Зажимаем в тиски и при помощи болгарки делаем пропил. Таким образом за одну минуту у нас получилась самодельная фреза, с помощью которой можно сделать отверстие в гипсокартоне. Зажмем в тиски пластиковую трубу и сделаем отверстие около края примерно 10 мм. Далее берем веревку и протягиваем по всей трубы внутри. Заводим край веревки в отверстие и завязываем пару узлов. Таким образом получился щуп, с помощью которого можно достать в трудных местах упавший инструмент. Или ключи, или расходку. В общем, там где рукой не залезть, можно справиться этим приспособлением. Так что берите на вооружение. Если часто пользуешься болгаркой, то один раз научись правильно завязывать провод. И таким образом у болгарки может появиться постоянное место на виду. В моей мастерской сейчас трудятся инструменты от компании Makita. Подбирая себе инструмент, друзья, всегда говорю всем и рекомендую собирать одну линейку инструмента на базе общего аккумулятора. Таким образом, купив пару аккумуляторов, в дальнейшем сможете докупать только тушки инструмента и расширять свою линейку. Инструмент Makita давно себя зарекомендовал на рынке. А более подробные обзоры рекомендую всем заценить и отслеживать на официальном канале Makita. Ссылку оставлю в описании. Ну а подобрать и выбрать для себя девайс, а также посмотреть отзывы, рекомендую зайти на всеинструменты.ру. Можно поймать крутые акции. Поэтому заряжайтесь крутым инструментом и все подробности по ссылке в описании. Если вдруг не можешь открутить гайку у УШМ, а ключа под рукой нет, то вставляем пару болтов М6 и с помощью рычага откручиваем гайку. Если вы хотите выделить надписи и размер ключа, то обычный маркер вам в этом поможет. Делая отверстие в древесине, можно сделать удар и испортить заготовку. Берем то, что есть под рукой. У меня это обычная пробка от бутылки. Делаем отверстие и теперь удар нам не страшен. Остались обрезки пластиковых труб, не выбрасывайте. Из них можно сделать отличные барашки. Делаем отверстие и так далее. Если под рукой нет шестигранника, а надо закрутить или докрутить конфирмат, то может выручить обычный кровяный саморез. Если требуется открутить гайку или закрутить в неудобном месте, а ключ никак не накинуть, то пару капель суперклея и шайба и вот задача будет выполнена. Работая финишными гвоздями, не стоит стрелять их вертикально, так как жесткости меньше. Лучше гвозди бить под наклоном, таким образом крепеж будет надежней и жестче. Если степлер плохо стал бить скобы, то знайте, что степлер плохо бить скобы. Значит пружина дала слабину. Берем изоленту и чуть подматываем и утягиваем пружину. Таким образом инструмент снова в работе. Работая недорогим клеевым пистолетом, бывает не доталкивает стержень. Перед тем, как вставить стержень, прогрейте его и склейте, и работа будет двигаться дальше. Если гайка у ШМ не откручивается, а ключа под рукой нет, берем пару сверл и с помощью рычага откручиваем диск. Если есть необходимость подровнять край у троса и не дать ему распушиться, то зажимаем один край троса в тиски. И греем газовой горелкой. При нагреве трос начинаем закручивать и таким образом он сплавится в единый край. Если есть необходимость соединить два троса, то используйте достаточно bastante два барашка. Таким образом получится разборное и надежное крепление. Напишите какие советы вам понравились, а какие знали и возможно чем вы пользуетесь в жизни. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока.